Друзья, приветствую вас на ютубе 24 канала. Меня зовут Анастасия Норицына и сегодня у нас стрим с Гарри Каспаровым, чемпионом мира по шахматам, российским оппозиционным политикам. Гарри Кимович, здравствуйте, рад вас приветствовать. Приветствую Зильнюсов. Мы здесь как раз закончили мировой конгресс свободы, поэтому тут гостиничный номер, такой свет специфический. Все замечательно. Мы рады, что вы к нам присоединились. Я начну, наверное, не с очень актуальной новости, но очень интересной, точнее, интересно мне услышать ваше мнение, потому что мы давно с вами не виделись. 26 октября телеграм-канал Генерал СВР описал о том, что якобы Путин умер. И эту тему очень активно поддержал и поддерживает даже сейчас политолог Валерий Соловей. Кроме того, генерал СВР говорил, что если будут какие-то совещания проводиться с дублером, то это государственный переворот. Настоящий Путин или дублер выступал уже несколько раз с того времени, но, как видим, пока вроде все спокойно. Что вы думаете об этих вбросах и кто за этим стоит? Ну, надо честно сказать, что мы все-таки гадаем, но не на кофейной гуще, но тем не менее, все равно никакой объективной информации о том, что происходит там в недрах этой мафиозной структуры, у нас нет объективной информации. Мы можем оценивать какие-то внешние факторы и пытаться создать мало-мальски целостную картину происходящего. Ну, во-первых, совершенно очевидно, что вброшенная новость генерал СВР, Соловей, она как бы не появляется на пустом месте. Проблемы со здоровьем у Путина есть. Мы не знаем, какие, но они были, они есть. У Путина, безусловно, есть двойники. Это уже, мне кажется, было доказано неоднократно. И там японцы делали какую-то компьютерную графику, и видно, что он появлялся в разных местах. Алгоритм поведения совершенно разный. Ну, там от часов не на той руке до, в общем, человека, который там сидит за столом в 30 метров, и тот, кто там готов обниматься со всеми на улицах оккупированного Мариуполя или где-нибудь что-то на Кавказе. Ну, а тем не менее, это все как бы, это одна история, часть истории, а умер это совсем другая часть истории. Это уже немножко-немножко иной поворот. Мне кажется, важно отметить, что такая новость появилась. То, что мы знаем, она появилась. Ее вбросили серьезные люди. Потому что если человек, который вбрасывает такую новость, до сих пор жив, это значит, что он, ну, либо Путин умер, либо есть предположение, что эта новость неправдива, то это означает, что за ней стоят очень серьезные политические силы. То есть кому-то хочется считать, что Путин умер. И это совсем не журналисты с какого-то там Ютьюба. Я бы считал, опять же, это, конечно, область спекуляции, что те, кто вбросил эту новость, они принадлежат к тому же как бы крылу путинского вот мафиозного режима, что и покойный Пригожий. И, вероятно, покойный Пригожий надо говорить, потому что слухи тоже ходят. Может, надо в Африке сделать пластическую операцию. Заметьте, все время мы, как говорится, подвергаем сомнению какие-то вещи. То ли они живы, то ли они не живы, то ли взорвались, то ли в морозильнике лежат. Ну, так и жизни, знаете. Но очевидно совершенно, что внутри путинского режима есть мощная группировка, считающая, что война в Украине невыгодна. Не потому, что у них есть проблема убивать украинцев или еще кого-то, крымских татар или там сирийцев, а ровно потому, что она невыгодна экономически. Вот был большой бизнес на сотни миллиардов, может, триллионы долларов. И что-то все это сейчас начало как-то идти на перекосяк. И совершенно очевидно, что Путин в этой истории играет с их точки зрения негативную роль. Поэтому он и умер. Вот пока в таком виртуальном пространстве. Что там происходит сейчас, на самом деле, сказать трудно. Все-таки, ну, я с трудом могу представить, что это реально двойник. Но я бы не считал, что это совсем безумная идея. Потому что есть же и те силы, которые хотели продолжать войну. Кстати, заметим, что если следовать логике, которые нам навязывают, что партия войны – это Патрушев, то мы видим в последнее время, последние как раз 10 дней после вот этой новости резкое укрепление Патрушева, который взял на себя функции, которые обычно брал Путин. Рассказывают про то, что надо сделать с украинцами, ликвидировать там украинские фашисты, ну и так далее. В общем, весь путинский набор озвучил Патрушев. То есть, в новости же вот этого генерала СВР содержался важный абзац, последний. Государственный переворот, организованный Патрушев. То есть, опять, мы замечаем, что есть какие-то индикаторы, указывающие на то, что эта новость, опять, не высосана из пальца. Но дальше продолжать бессмысленно, потому что, ну, вот на что мы знаем. Очевидно, что они пока в состоянии держать информацию внутри. Но раз новость прошла, и раз генерал СВР, и, скорее всего, у тебя болели соловья одно и то же лицо, ну, а может быть, там группа людей, я не знаю, как это работает, продолжает на этом настаивать. И, более того, он живет в Москве. В интервью Гордона он сказал, что у меня нет проблем, потому что за мной стоит очень влиятельная, могущественная организация. Можно догадаться, какая. И то, что он пока чувствует себя довольно комфортабельно, означает, что идет борьба за власть. И в этой борьбе за власть возможно все, включая вот такие вбросы. Ну, в конце концов, бесконечно это скрывать нельзя. По большому счету, все равно, как говорится, судьба и Украина, и Россия решается на поле боя. Вот. И мы видим, что даже если такая ситуация происходит, ну, если такое случается, и Путин действительно переходит в мир иной, то есть двойники, есть те, кому хочется войну продолжать. Поэтому нужно всем делать все возможное для приближения украинской победы. А как вы думаете, а может ли это быть вообще технологией РФ, вот чтобы накануне выборов Путин вдруг воскрес, или чтобы уже в настоящую смерть Путина никто никогда не поверил? Нет, ну, смотрите, на самом деле здесь обратный вариант. И те, кто ее вбросил, они же на самом деле тоже готовятся к выборам, но они как бы утверждают, что Путина нету. Поэтому тот, кто баллотируется, он не Путин. То есть, вот опять, создалась интрига некоторая. Пока эта интрига носит такой виртуальный характер, но учитывая настойчивость Соловья и генерала СВР, и тех, кто, как говорится, их экспонсирует, надо предполагать, мне кажется, разумно было предположить, что это далеко не конец истории. Поэтому, мне кажется, будем просто ждать, когда у нас появится больше информации. Но я сразу сказал, вот как только новость появилась, что я бы не стал сбрасывать со счетов. Ровно потому, что новость «Умер» сильно отличается, точнее, просто кардинально отличается от всего, что там говорили раньше, больной, там, инфаркт, двойники. Здесь как бы вот его вывели из игры. Пока виртуально. Но, значит, кто-то в эту игру играет, а учитывая приближающиеся так называемые выборы мартовские, это означает, что, видимо, есть какие-то иные представления у тех, кто стоит за этой игрой, о том, как должна выглядеть конфигурация власти в России. Ну, то есть, получается, и у Путина уже нет таких инструментов, чтобы сделать так, чтобы подобные новости не поступали. Если же мы все-таки уже более недели, да, как об этом говорим, вроде никакой реакции. Соловей, например, жил. Ну, смотрите, про возможности Путина мы увидели в дни Пригорнского мятежа просто. Власть разбежалась, там просто никого не стало. Не остались Пригорн там на оке, там, никто не знает, как все оно сложилось бы дальше. Поэтому надо понимать, что война, на самом деле, она ведет к разного рода перетрубаться внутри мафиозной верхушки. Опять, вот можно гадать, спекулировать, можно смотреть на какой-то фактический объем информации. Факты говорят о том, что Патрушев в последний день резко активизировался. И это как-то коррелируется с тем, что сказал вот этот Соловей, генерал СВР. Это не означает, что так оно и есть на самом деле, но вот это единственная информация, объективная, которая настраивает нас на определенный лад. Действительно, что-то происходит, это не чистая утка. И патрушинские тексты, очень важные тексты, потому что там все-таки в иерархии, и как бы у каждого свое место. Патрушев раньше, как мне показалось, я не могу сказать, что за всем следил патрушинскими словоизвержениями, но такого концентрированного текста ненависти и вот эту стратегическую программу уничтожения Украины, обычно Патрушев не произносил. Это была привилегия Путина. Сейчас он это все озвучил, и может быть это какой-то сигнал. Но опять, давайте подождем еще чуть-чуть, как бы в конце концов, 26 октября не так давно было. Прошло там две недели. Я думаю, что в ближайшие две недели дадут нам определенные прояснения. Да, посмотрим. Рамзан Кадыров, он настолько сейчас горд за своего 15-летнего сына Адама, что присвоение ему звания Героя Чечни оказалось недостаточным. И вот чтобы справедливо, наверное, оценить избиение человека, который сидел в СИЗО, он решил назначить своего сына на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Такими темпами Рамзану придется, наверное, и свою должность скоро уступить. Или, в принципе, это он сейчас и делает? Потому что вспомним, что ранее Кадыров Рамзан, он тоже был начальником безопасности своего отца. Ну, что касается происходящего в Чечне, то надо понимать, что, скорее всего, мы имеем дело с передачей, попыткой передать власть. Кадыров болен, это очевидно. И несколько месяцев назад вообще были слухи о том, что он тоже умер. И главное, вот эта суматоха с награждениями сына, с его, фактически, передачей ему огромных полномочий, она может означать только одно. Кадыров понимает, что все может случиться очень скоро. И потерять его власть может не в результате переворота, а в результате просто некоторых биологических законов, над которыми даже сам Кадыров, на которого даже он повлиять не может. Другое дело, что Академик Кадыров, видимо, как бы не очень читал исторические книги, поэтому, в общем, не знает, что такая передача власти в условиях хаоса никогда не работала. Он может думать, что если ему удалось, то удастся и как сделать то же самое с сыном, потому что возрастные категории примерно одинаковые ему кажутся. Но есть разница большая. Во-первых, все-таки Россия, в которой Кадыров заменял отца, она была другой. Все-таки центральная власть путинская была крепка, и Кадыров сумел в этой ситуации наладить отношения с Кремлем, с Путиным конкретно, и стать его как бы опорой на Кавказе. Кроме того, есть еще одна, мне кажется, принципиальная разница между Кадыровым и его сыном. Кадыров, безусловно, понимает, конечно, но надо понимать, он вышел из... как бы его детство прошло в войне. Он воевал. Он гордо говорил, что бил первого русского салата в 15 лет. Не знаю, правда или неправда, но воевать он воевал. Кадыров привык держать в руках автомат. Глядя на его сына Северного, который вырос в других условиях, можно понять, что там этой волчьей хватки даже близко нет. А диктатору нужна волчья хватка. И поэтому, что бы там ни делал Кадыров, сколько бы он ни давал титул своему сыну, когда Кадыров отойдет в мир иной, то тогда, я полагаю, что сколько бы ни было звания у сына, звезд, героя и прочих должностей, которые ему передаст Кадыров, требуются другие качества. В общем, в стае волков вожак должен иметь самые крепкие зубы и необходимую хватку, которые, конечно, даже близко. Мы просто видим по консистенции даже у сына, что он вообще вырос в другой среде совершенно. Корикимович, а по поводу выборов, так называемых выборов в РФ, вот все сейчас удивляются и почему-то спрашивают, а как это так, что Путин еще молчит, ничего не объявляет. Ну и кроме того, не только Путин, даже государственные СМИ еще не начали позиционировать нынешнего главу державы как единственного жизнеспособного кандидата. Почему Путин молчит? Что ему мешает? Ему нужен какой-то позитивный фон? А вот в вашем вопросе слово произвучало жизнеобеспечение. Возвращаемся к первому пункту сегодняшней повестки дня. А жив ли Путин? То есть, на самом деле, на самом деле, опять, интрига более интересная. Ну, выборов никаких нет, конечно. Это вопрос просто пролонгации власти Путина или коллективного Путина. Опять, мы не знаем. С моей точки зрения, это все равно игра по чужим правилам. Мы никакого влияния на этот процесс сейчас оказать не можем. На этот процесс может влиять только ВСУ. Вот, в принципе, добиваясь успехов на фронте. И западные страны, если они начнут себя более жестко вести в отношении Путина и, соответственно, увеличивают объемы помощи Украине. Что там происходит внутри, не знаем. Но, как вы правильно заметили, с объявлением задерживаются. Значит, что-то есть. Вот как бы огня мы еще не видим, но дым уже идет. Значит, что там происходит? Давайте подождем, посмотрим, как этот дымок начнет превращаться во что-то другое, когда там языки пламени начнут пробиваться. По поводу опроса, который недавно опубликовали Левада-центр. И в этом опросе говорится, что если бы Путин решил закончить войну сейчас, его поддержали бы 70%. Но прекратить конфликт при условии возвращения Украине и ее украинских территорий только 34% опрошенных россиян соглашаются. Это же тоже показывает электоральные настроения, и что большинство все-таки поддерживают эти действия диктатора Путина? Ну, конечно. Более того, как я понимаю, во второй части вопроса там тоже была недоговоренность. Дело в том, что в сознании российских граждан есть два этапа оккупации. Один до 24 февраля, то, что аннексирован Крым и так называемые ДНР, эти бандитские республики, и то, что было взято потом, то, что было оккупировано после 24 февраля. Поэтому у меня сильное подозрение, что речь идет во второй части вопроса как раз о том, что российская оккупационная армия захватила после 24 февраля. Вот. Именно про эти территории. И даже эти территории отдавать не хотят. А я думаю, что если вы поставите вопрос жестко про Крым, ну, там, я полагаю, вот 15% это потолок. Вот просто. А можете меньше уже. Но 15% никогда больше не было. Вот с самого начала, вот если, наверное, вспомним, как говорится, аннексию Крыма, 86%, это, в принципе, скорее всего, объективные цифры. В России количество людей выступающих против агрессивной войны, имперской войны по морально-этическим причинам, я думаю, никогда не превышало 15%. Против войны, которая несет разрушение, ухудшение уровня жизни, ну, и так далее, все проблемы, это история иная. Конечно, войну надо прекратить. Да я подозреваю, что и Путин сейчас бы не против войны прекратить. Вот заморозить вот ее вот в тех границах, которые есть сейчас. И начать готовиться к тому, что будет дальше. Россия перестраивает экономику оперативную сейчас, выстраивается на южном направлении в центрально-азиатских странах сейчас новая инфраструктура. То есть, понятно, что, как бы, Путин, ну, не прекратить войну, а именно заморозить конфликт, чтобы готовиться дальше. Потому что Путин, на самом деле, тоже оказался в определенной ловушке. Ну, коллективный Путин, пока будем говорить. Российская экономика работает на войну. На самом деле, увеличение российского ВВП связано с тем, что работает военка. Поэтому, в принципе, перестроить ее дальше уже невозможно. Поэтому все действия Путина, связанные с так называемым перемирием, это будет именно прекращение огня для подготовки, как говорится, и переподготовки армии, и подготовки более современных видов оружия, с которыми можно будет начать наступление. Ну, мы это тоже прекрасно понимаем. И вот, кстати, последние материалы, которые появляются в западных СМИ, о том, что якобы там Евросоюз и США пытаются договариваться, чтобы Украина садилась за стол переговоров, сегодня уже в Госдепе отреагировали, говорят, что нет, мы об этом, таких переговоров не ведем. Украина тоже свою позицию не раз высказывала, что когда война будет закончена, когда Путин выведет свои войска со всех территорий Украины. А что вот по поводу этих материалов, которые появляются? Кому это выгодно и почему оно сейчас так очень часто в СМИ публикуется? Ну, опять, дыма безоград не бывает, вы же понимаете это. Я не посвящен тайной американской дипломатии и в то, что они там обсуждают в Белом доме, но я достаточно хорошо в состоянии анализировать конкретные факты. на протяжении последних почти двух лет уже Америка воздерживается от передачи Украине оружие, которое могло бы решить исход войны. Если бы Америка передала бы хотя бы часть необходимого оружия год назад, после Херсона, после разгрома русской армии под Херсоном, я думаю, что вопрос был бы уже давно решен. на сегодняшний день Америка располагает более чем достаточным арсеналом оружия, которое хранится на складах. Я не говорю о том, что надо его брать с Пентагонии, понижать боеспособность американской армии. Это у европейцев проблема, у них от оружия не хватает, они же ничего не делали столько лет. Для них что-то передать Украине это значит от себя оторвать, что, кстати, многие делают, балтийские страны. В Америке, по прикидкам, которые у меня в общем известны, стоят 2500 танков. Вот это то, что на ходу стоят танки в Калифорнийской пустыне, там где-то между Аризоной и Калифорнией. И они на ходу, это то, что резерв. Америка передала Украине 31 танк. 2500 и 31. Вот как-то пропорцию чувствуете. Значит, более 1000 самолетов F-16, которые Америке в принципе не нужны. Пока до самолетов дело не дошло. Сотни ракет атакам стоят, которые на мост в течение одного дня. Вот тот факт, что мост до сих пор стоит, при том, что американцев хватает оружие, которое бы перерезывало главную артерию штаб-собжения, указывает на то, что до сих пор не принято фундаментальное решение. Вот это надо понимать. Пока оно не будет принято и озвучено, ситуация остается неопределенной. Украина должна победить, мы все это говорим. Эта победа должна включать в себя первым условием освобождение всех украинских территорий до Севастополя включительно. Соответственно, репарации, военные преступники, но сначала освобождение всех территорий. Эта фраза не прозвучала до сих пор. Америка до сих пор не может для себя решить последствия украинской победы, поражения России, крах путинского режима, потенциальное усиление Китая, ну и так далее. Далее идут геополитические расчеты, которые не позволяют сделать вот это объявление. Поэтому мы по-прежнему находимся в ситуации, когда Украина получает оружие. Нельзя сказать, что они не дают его. Они, конечно, дают его. Но оно явно недостаточно для того, чтобы нанести решающее поражение. Тем паче, что мы также понимаем, а путинский режим сегодня устойчив, чем год назад. Российская экономика, вот я вот сейчас, честно говоря, даже для меня сюрпризом был. Вот мы здесь на Мировом Конгрессе Свободы, вот сейчас в Вильнюсе. И вот эта группа, это диссиденты всего мира, в которой мы работали, там были центрально-азиатские страны. И я для себя с ужасом обнаружил вообще, узнал от людей, которые там работают в Казахстане, в Кыргызстане, объем как бы нарушения санкций и фактически выстраивания новой военной индустрии просто, идущей просто под боком у европейцев и американцев. Мы когда видим просто, что идут колоссальные закупки, даже не то, что, давайте, есть товары двойного назначения, стиральная машина, а в ней там пара чипов, которые ракеты идут. Да нет, они закупают детонаторы, они закупают порох просто напрямую. И он через Киргизию попадает, естественно, попадает в Россию. То есть, на самом деле, путинский режим приспосабливается. К сожалению, опять, остановить этот процесс практически невозможно, потому что Запад не решил для себя, что он находится в состоянии войны с Путиным. По-моему, кроме Эстонии, ни одна страна не отозвала послов. И мы видим и эстонские, и литовские, и латышские, и финские, и канадские компании, ну, они работают, в конце концов, это бизнес. Если нет запрещения, ну, они же не будут, как говорится, думать о том, куда они продают. Ну, если покупает у них какая-то компания, которая работает в Киргизии, ну, они продают. Мы понимаем, куда это все попадает потом. То есть, мы, к сожалению, имеем ситуацию, в которой Украина воюет, проливает кровь. Всем прекрасно понятно, что если Украина, не дай бог, не сумеет сдержать путинскую орду, это, это, это угроза всей Европы, Европе. И тем не менее, мы не имеем политического лидерства ни в Америке, ни в Европе, способного сказать, Украина должна победить, и мы должны дать все ресурсы, которые у нас есть. Все эти ресурсы есть. Я понимаю, не было бы их. Все это есть, все это хранится на складах, и все это могло бы давно уже решить сход войны. А как вы думаете, что им мешает определить эти четкие цели? Ядерное оружие у России? Нет, это, это, ядерное оружие, это, это, это отговорка. На самом деле, это неготовность принять исторические решения. Ведь на самом деле, победа Украины и разгром путинской оккупационной армии, это неизбежная смена режима в России. Это перемены, которые могут привести к распаду России. Это вероятно, достаточно, что теперь делать? Империи распадаются. Потенциальному усилению Китая. Но это сложно. Это вот, ну, посмотрим на президента Байдена. Ну, какие решения может принимать президент Байден, в принципе. Ну, человек провел там полжизни в Сенате. Сенат, это не место, где принимают решения. Это где договариваются о чем-то. 36 лет он провел в Сенате. Да, уважаемый человек, достойный человек очень, ну, стал гореть другой, в голове сложился. Европа вообще не привыкла к каким-то принципиальным решениям. Она жила под американским зонтиком всегда. И вдруг война. Причем, понятно, что эта война же расползается. Не случайно сейчас началась война на Ближнем Востоке. Вот. Там еще Мадуро, готовятся к аннексии территории Гаяна, так по крымскому образцу. Мало кто обращает внимание. 3 декабря референдум будет проводить, чтобы территорию соседней страны отжать. Китай, Тайвань. Там в Тайване выборы в январе. Это правило, которое почему-то игнорируется. Если войну не остановить, она будет расползаться. Потому что и Путину, и Аятолла в Тегеране, и Китаю, и Мадуро, всем диктаторам война нужна. Иначе они не могут объяснить, почему они находятся у власти. Гарри Кимович, огромное вам спасибо за разговоры, за то, что вы нашли время для нас. Рада вас всегда видеть, и желаю вам хорошего вечера. Спасибо. Я, конечно, хотел бы порадовать вас какими-то новостями более радостными. Но мне кажется, что в условиях войны надо просто быть объективным. Это то, что я научился делать шахтал. Объективная оценка позиций необходима. Но мы все равно в победу верим. И слава Украине. Героям слава. Спасибо вам огромное. И, конечно, мы с вами всегда о глобальном говорим. И мне кажется, что это очень полезно слышать нашим зрителям, чтобы действительно понимали, что происходит в мире и почему до сих пор победа не наступила. Вам огромное спасибо. Желаю хорошего вечера. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok